В лестницах главная надежность, и глядя на это произведение строителей, сразу проникаешься уважением к технике безопасности. Хотя нужно дать им должное, они даже перила сделали, молодцы! Странное ощущение, смотришь на лестницу, а она выглядит как плохая 3D-модель, где ступеньки абы как налепили в пространстве. Тем страннее осознавать, что это вполне реальный интерьер. Нет, лестница безусловно красивая, но вот ходить по ней почему-то мне не хочется. Такое впечатление, что она сделана специально для того, чтобы на ней было удобно подскользнуться. Привет, с вами канал Фактория! Вечная проблема лестниц в помещении, они занимают слишком много места. Но ведь это не повод устанавливать ее прямо над столом. Их вообще не смущает, что по столу кто-то будет постоянно ходить. Замечательно, когда в доме живут жизнерадостные и позитивные люди. Ну а кто бы еще додумался так раскрасить лестницу? Хозяева, конечно, веселые. Жалко только, что не слишком умные. Они не догадались, что при такой расцветке ступеньки придется искать на ощупь. Ну если лень спускаться по лестнице, можно скатиться по ней, как по горке. Главное в стену не вписаться на финише. Ух ты, вот это маскировка! Без подсказки точно никто не найдет дорогу на второй этаж. Лестница больше выглядит, как настенное панно. Интересно, у них там гололеда не бывает? Шикарная бы получилась ледяная горка. Чтобы увидеть здесь лестницу, нужно немного присмотреться. Потому что сначала больше похоже на склад пиломатериалов, которые накидали в комнате как попало. Вот это я понимаю практичный подход. Зачем выкидывать старые поддоны из-под стройматериалов, если можно соорудить из них отличную бюджетную лестницу? Дешево и надежно. А вот эту лестницу назвать надежной как-то не получается. Интересно, какие существуют ограничения по весу для желающих подняться на второй этаж? То ли лестница, то ли оптическая иллюзия. Даже перил нет. Мне кажется, ходить по ней будет не очень комфортно. Занятное решение. Подвесные ступеньки. Жалко, что с другой стороны их все-таки жестко закрепили. А то можно было бы превратить банальный спуск по лестнице в настоящую полосу препятствий. Лестницы настолько давно вошли в жизнь людей, что мы даже перестали обращать на них внимание. Мы даже не задумываемся, когда идем по ним. Пока не натыкаемся на что-то подобное. Непривычно задумываться перед тем, как сделать первый шаг. Ну что ж, надеюсь, вы высоты не боитесь. А то для людей, страдающих такой фобией, подобная лестница будет явно недоступна. Особенно, если ее хорошенечко помыть. Почему нельзя сделать нормальную лестницу, вместо того, чтобы устраивать в доме заросли из металлических труб и непонятного хлама, в котором лестница угадывается далеко не с первого взгляда? Вот казалось бы, подняться по лестнице, какая простая задача, любой ребенок с ней справится. А потом встречаешь в своей жизни вот такую, и две минуты пытаешься понять, где у нее начало и почему она вся перегорожена перилами. Я считаю это прекрасно. Нужно эту лестницу использовать в качестве памятника и местной достопримечательности. Назвать ее лестница в небо, обустроить вокруг клумбы и все, готовый арт-объект. Да, дизайн, несомненно, интересный. Любопытно, сколько людей эта лестница отправила в травматологию? Я подозреваю, что у этой постройки должен быть какой-то смысл, но от меня он пока что ускользает. Ну не могли же просто так посреди улицы поставить лестницу с площадкой, правда? Кажется, эта лестница слегка растеклась по стенам. Выглядит очень необычно. Интересно, насколько удобно ей пользоваться? Я не понимаю, если эта лестница нужна для эвакуации при пожаре, то как предлагают ей воспользоваться? А если ее просто забыли убрать, когда устанавливали навес, то насколько же нужно быть невнимательным? Ох уж эти чудеса архитектурного искусства. Хогвартс с его передвижными лестницами просто отдыхает по сравнению с творениями отечественных проектировщиков. Человек, устанавливающий эти лестницы, был явно немного не в себе. Ну а потом решили уже не исправлять, пускай люди ломают себе голову, пытаясь понять, зачем это сделано. Я даже не буду комментировать удобство этой лестницы. Меня больше интересует другой вопрос. Сколько раз об эти ступеньки ударились головой? Вам знакомо выражение «встать не с той ноги»? Эта лестница наглядно демонстрирует, что будет, если вы начнете по ней спускаться не с той ноги. Один неверный шаг, и следующим, кого вы увидите, будет реаниматолог. Видно, что они очень старались, но у них все равно не получилось сделать ровную лестницу. Не пытайтесь соорудить лестницу своими руками, это плохо заканчивается. Эта лестница специально для тех, у кого нет проблем с вестибулярным аппаратом. Смогли спуститься вниз, и у вас при этом не закружилась голова? Поздравляем, начальная подготовка в космонавты пройдена. Очень необычное решение. Словно потолочные панели просто прогнулись и превратились в ступени. Любите ходить по лестницам? Тогда вам сюда. Превратить ее в архитектурный объект — это хорошая идея. Правда, есть опасность потерять ощущение верха и низа, пока будете по ней гулять. И не поймешь, что это обычная лестница, больше похожа на радужный торнадо, неизвестно, как оказавшийся в помещении. Совместить лестницу с книжным шкафом — это отличная идея, а вот сделать ее такой узкой — идея определенно не из лучших. Вопросов к этой лестнице, как к дизайнерскому решению, у меня нет. У меня есть чисто практический вопрос. Они не хотят что-нибудь мягонькое под ней постелить. На посещении врачей бы точно сэкономили. А вот совместить лестницу с горкой — отличная идея. Экономит время, к тому же совершенно безопасно, а уж дети будут и вовсе просто счастливы. Я так понимаю, что предлагается воспользоваться тремя ступеньками, а дальше прыгать? Такая высота уже точно считается безопасной. Выглядит необычно. Даже в функциональности нельзя отказать. Смущают только две вещи. С верхней половины лестницы на нижнюю предлагается прыгать. И еще вопрос. Часто ли гости по незнанию спускались на стол, перепутав его со ступенькой? Раз есть лестница, значит она куда-то должна везти. Но это в нормальном мире, а в нашем мире логика временами дает сбои. Вот казалось бы, лестница как лестница, но зачем нужно было делать ее дырявой? Стоило добавить снизу немного подсветки и все. Теперь банальный спуск вниз превращается в игру «Найди следующую ступеньку». Вот это топовый вариант лестницы. Заметьте, она портативная и замаскирована под обычный стул. Владелец этого дома явно очень любит фантастику. Как еще можно объяснить то, что вместо обычной лестницы у него скелет какого-то космического монстра? Дизайнеры очень любят лестницы. Настолько, что даже превращают их в памятники, по которым, кстати, можно прогуляться. Ну что тут скажешь, человеку, не следящему за своим весом, на второй этаж пройти точно не удастся. Тут жесткие рамки. Я не понимаю, они так пытались сэкономить и решили не тратить деньги на целые ступеньки, оставив от них половинки? Неужели оно того стоило? У кого-нибудь есть объяснение данному феномену? Это что, зародыш лестницы на стене? И лет через 20 он превратится в полноценную? Натуральное дерево в интерьере – это прекрасно. Главное – вовремя понять, где заканчивается лестница и начинаются стены. Кажется, создателю этой лестницы настолько сильно хотелось похвастаться своим шедевром, что он сделал ее слегка длиннее, чем нужно. А потом просто изогнул пару лишних раз, чтобы она уместилась между полом и следующим этажом. Никто и не догадается, что это лестница, а не полка, особенно если добавить туда побольше книг. Все равно по поводу удобства использования такого шедевра есть большие сомнения. Печально, когда в угоду дизайну лестницы делают настолько непрактичными. Нельзя поспорить с тем, что конкретно это выглядит очень круто, но если вы собираетесь ей пользоваться ежедневно, то следует заранее прикупить дополнительный комплект зубов, поскольку с родными очень скоро придется расстаться при постоянных падениях. Еще один вариант, словно созданный для того, чтобы с него было удобно падать. Безусловно, такая лестница отлично смотрится в интерьере, но разве это стоит того, чтобы постоянно ходить в гипсе? Вот это я понимаю, надежный вариант. Бетон — это не все эти ваши ажурные финтифлюшки, по которым даже ходить страшно. Досадно только, что лестницы слегка до пола не хватает, но это мелочи, бывает. Очень неплохой вариант. Нормальные ступеньки, что похоже уже становится редкостью, нормально огорожены и защищают от падения. При таких достоинствах ярко-красный цвет уже совсем не кажется недостатком. Похоже, нормальную лестницу скоро можно будет увидеть только в музее. В таких модных интерьерах их заменяют на странный штопор посреди комнаты. На что только не идут в угоду дизайну. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok